Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдемната Спейс, и добро пожаловать на мой долгожданный видеообзор фигурки по мотивам замечательнейшей видеоигры Elden Ring от From Software под предводительством Хидетака Миязаки, да, друзья, вот он, Fastring Fingerprint Like, прямиком из Токио, наконец-таки я его приобрел, как раз-таки непосредственно в самом Токио, про это был совершенно недавний видеообзор, и на самом деле обзор на эту фигурку я бы не выкладывал сейчас, когда я уже вернулся из Японии, а чуть позже, после завершения всего марафона промо-поездку в Японию, но мне написал один мой подписчик, и я решил то, что нужно все-таки сделать обзор на Вайка, потому что Мелфорд спросил у меня, будет ли обзор на Вайка, типа, когда, в следующем видео, ну я говорю, наверное, нет, но нет, все-таки это следующее видео, так что, да, посвящается обзору Мелфорду. Будем смотреть на эту фигурку, отличное качество, сразу хочу сказать, я купил еще фигму, Bloodborne Lady Maria Астральной Часовной Башни, она похуже качества, так что SH Figuarts теперь стали лучше фигмы. Хотя, если так подумать, они всегда были лучше фигмы, но просто фигма тоже хорошая, вот, но раньше качество у нее реально лучше было. Как бы там ни было, коробочка, в которой поставляется наш Вайк, выглядит следующим образом, написано Elden Ring, SH Figuarts, очень красивый дизайн, вот, все очень здорово, приобрел его за 6,5 тысяч йен, что в переводе на доллары 48, что на 52 доллара дешевле, чем его будут продавать везде в других местах мира, потому что я купил непосредственно в Японии. Так что это очень выгодная покупка, я мог вообще купить двух таких Вайков по цене одного, но я этого не сделал. Вот, внутри упаковки у нас такие вот блистеры с копьем его и с аксессуарами. Из аксессуаров у него сменные ручки различные, держащие копье, кулачки и просто разжатые, ну, как бы, они ничем не отличаются по скалптингу от обычных рук, которые у него поставляются. Ну, то есть, просто дополнительные ручки, у них ничего нет особенного, со всеми фигурками они идут, я думаю, вы знаете, если увлекаетесь экшн-фигурками. Дальше, у него вот такой вот эффект пламени, который можно ставить на его копье. Единственный минус этого пламени, оно не резиновое, это чисто пластик такой, и, во-первых, у меня нарекание, оно может, наверное, сломаться, если упадет, потому что, ну, не знаю, стрёмно немножечко. Она, конечно, чуть-чуть подвижна, но всё равно это твёрдый пластик. Во-вторых, оно очень тяжёлое, и когда вы на копье Вайку ставите этот эффект, к сожалению, у него перекашивает его посох, и он его еле держит. И тут нужно ещё понимать, как правильно ставить. Вот, эффект, конечно, выглядит интересный, действительно, как в игре, я за Вайка на втором прохождении играл и играю. Вот, в PvP он отлично себя показывает, да и концовку яростного пламени я там получил, то есть у меня так вышло. Первое прохождение Elden Ring – самая лучшая концовка с эпохой звёзд, и второе – это самое худшее, то есть сжигаем весь мир и уничтожаем всю жизнь. Ну, что поделать. Вот, а как бы там ни было, безумие – это прекрасная тема в PvP, кто не знает, тем советую попробовать. Вот, но вот этот эффект яростного пламени на конце посоха, точнее копья, он, видите, перевешивает, и Вайк из-за этого копьё начинает ронять. Так что я, честно говоря, не пользуюсь этим эффектом. Вот, я без него дисплею Вайка, он и без него выглядит очень хорошо. Да, также забыл продемонстрировать. Здесь такое вот замечательное золотое тиснение – Fasturing Fingerprint Wike написано. Если кто не знает перевод, это означает «гниющий или разлагающийся отпечаток пальца Вайк». Но это его крайнее прозвище, которое было ему дано. Изначально он был воином, сражавшимся вместе с драконами. Вот, одним из лучших вообще потускневших. Затем он стал рыцарем круглого стола и приблизился к тому, чтобы стать владыкой Elden, как, в принципе, и мы с вами делаем. Но он был одним из самых лучших, он дошёл практически до конца, но затем свернул со своего предначертанного пути и встал на путь яростного пламени, предположительно, дабы спасти свою Мейден. Вот, так как Вайк был истинным рыцарем и не хотел, чтобы, ну, взойдя на трон, ему нужно было пожертвовать своей Мейден. Вот, соответственно, он её спас, но сам, как вы можете видеть, оставили на его доспехе три пальца, великие отпечатки. Три пальца — это проводник воли потустороннего бога яростного пламени. Вот, ну и Вайк этого, с какой-то стороны, наверное, не зная. Вот, ну и принимая такую судьбу, дабы спасти Мейден свою, я просто не помню, как Мейден переводится. Вот, ну, в общем, свою даму сердца. Он сошёл, в общем, с ума. В общем, трагичная судьба Вайка. Если хотите узнать подробнее и более красноречиво, то будьте добры, посмотрите другие видео. Мы с вами будем говорить о фигурке. Итак, сама фигурка выглядит просто шикарно, друзья мои. Как я хотел себе этого Вайка, он на 100% оправдывает мои ожидания и оправдывает даже больше, чем Леди Мария из Блотборна от Фигмы. Да, я ему дал его копьё в две руки, мне кажется, так он выглядит с ним солиднее. Хотя, честно говоря, в игре самой я использую копьё в одной руке, у него так длиннее рейндж, лучше рейндж. И, соответственно, я могу дальше попадать по противникам. Но, честно говоря, когда он держит его в двух руках, он выглядит эпичнее. Но, дабы вам продемонстрировать то, как выглядит сам Вайк, я сейчас заберу его ручки. Не спрашивайте, почему я не достаю копьё. Вот, я вам сейчас объясню. Довольно сложно засунуть в эти ручки это копьё. Так как у него довольно толстый этот шафт, его сложно в эти ручки засунуть. Соответственно, вы можете их сломать. Я, конечно же, не хочу ломать ручки Вайка, поэтому я просто отсоединил эти кисти. Ну и раз уж мы это копьё уже оценили, давайте поговорим о детализации. Само копьё выглядит прекрасно. Мне кажется, оно детализировано на максимальном уровне. Вот, и здесь оно вы можете видеть обуглено, обуглено яростным пламенем. Таким вот образом выглядит очень красивый скауптинг. И копьё немножечко, но оно не резиновое, оно из пластика, оно, мне кажется, не сломается. Итак, вот он Вайк, обезручен. Я не знаю, если можно так выразиться, прям как Энакин. Вот, практически. Ну, с точки зрения детализации, друзья мои, Вайк выглядит просто шикарно. По моему мнению, Тамаши Нейшенс выполнили прекрасно свою работу и перенесли Вайка из игрового мира в наш реальный. Выглядит просто феноменально. Изначально я думал то, что меня будет бесить его вот этот ободранный плащ из-за того, что он сделан из пластика. Обычно пластиковые плащи, но они очень хреновые. Но с данной фигурки, я должен сказать, смотрится это очень органично и никоим образом не стесняет движения и придает даже какой-то эпик. Плюс не мешают, да, низковые движения, опять же, головы. Обычно проблемы с этим имеются, но там вы можете видеть даже прямо сейчас болт-джоинт проходит. Двойной шейный, вот, соответственно, он дает возможность Вайку поворачивать голову вправо-влево, насколько это возможно. Вот, и опускать вниз-вверх, так что подвижность у этого парня отличная. Доспехи никоим образом не сковывают его от движения. Кстати, о движении, давайте поговорим о нем. Если, наверное, что сковывается, и то это благодаря вот этой вот, этому киллу, если можно так выразиться, кольчужному. Вот, ноги вперед не слишком охотно идут. Ну, как бы это не особо большая проблема, он рыцарь, поэтому он не будет как-то слишком, не знаю, вперед ноги выдвигать. Назад тоже примерно так же. Вбок, в принципе, все нормально, но он и не должен на шпагаты садиться. Там, кстати, вы можете видеть все эти болт-джоинты. Интересно, а зачем тут такая штучка? А, то есть, нога не полностью вниз у меня ушла. А я думаю, что он не особо был у меня устойчивый. Теперь причина ясна. Ноги у него также проворачиваются. Они сгинаются в коленях на двойном таком суставчике. Также у него подвижные носочки. Наверх можно так поднять. Единственное, на левой ноге его... Она туговато поднимается, я не особо хочу рисковать. Если бы у меня был второй Вайк, если бы я не протупил и взял второго, тогда я бы мог не волноваться, потому что второй бы у меня запечатанный сейчас стоял. Ну, ладно. Опять же, детализация. Отличный, отличный доспех. Я вообще давным-давно мечтал, чтобы такие фигурки рыцарей появились в таком масштабе от японских компаний. Именно от японских, потому что американские, они ужасно делают фигурки. Вот. И, наконец-таки, Пайлден Ринг выходит. Вышел Вайк. Еще, по-моему, в сентябре или в октябре выходит из Demon's Souls Flute Armor. Я его тоже хочу. Так что рыцарей вообще много будет. Это здорово. Касательно подвижности рук, все тоже здорово. У нее здесь butterfly jointы внутри проходят. Данный доспех, наплечник, он низковое движение. Он на двух. Во-первых, он на болт-джойнте. Во-вторых, он на обычном таком джойнте. Его можно вниз так опустить, дабы он, так сказать, accommodate the movement. И, соответственно, руки можно поднимать. Эту на 90 градусов, даже чуть больше. Но эту практически. Также у него они проворачиваются вот здесь. Сгинаются в локте. Также здесь двойной джойнт. Смотрите, как здорово доспех двигается отдельно, словно бы это действительно отдельная часть. Здесь также проворачивается. Ну и сами кисти. Для таких маленьких болт-джойнтов прекрасно. Так что с точки зрения подвижности у Вайка все прекрасно. Все отлично. Детализация на высшем уровне. Тут, в принципе, особо и рассказывать нечего. Вот. Вы все видите сами. Фигурка феноменальна. Я изначально был расстроен. Ну, обижен даже, можно сказать, с некоторой стороны на официальные картинки Tomasha Nations, потому что их не так много было, эти промо-фоточки перед выходом Вайка. И вот сложно было понять, насколько он крут. Но на самом деле он отличный. Вот. Подвижность, опять же, шикарная. Даже вот эта часть, кстати, она и резиновая, этот доспех. И, ну, я бы его не стал слишком сильно отгинать, но он может вот в такую степень, в такое положение становиться. Соответственно, можно его поставить, будто бы он готовится к битве или наносит удар или блокирует. Иногда, конечно, вот этот вот наплечник может отскочить. Видно, что наплечник сделан из китайского пластика, прям такого, не очень хороший. Вот наплечник, с точки зрения качества, видите, можете следы литья видеть, R написано, то есть на правую руку. Но, как бы там ни было, в общем и целом фигурка прекрасна. То есть можно его ставить в различные эпичные позы. Так, так, как угодно можно его ставить. То есть Вайк подвижен, Вайк прекрасен. Никаких нареканий нет. Фигурка просто идеальна. Вот, кстати, Вайк у нас на фоне. Я, кстати, раньше не знал, что Вэлден Ринг в этих всех промо-картинках это именно Вайк. Потому что он не с копьем здесь, а с мечом. Но, оказывается, это Вайк. Вот он, наверное, один из первых вообще, кто практически дошел до трона Элдена и стал покровителем. Вот, ну вот так что, вот такая замечательная фигурка Вайка. Я надеюсь, вам понравился мой видеообзор. Это первый видеообзор этой фигурки на русском Ютубе. насколько я понимаю. Так что я надеюсь, вы поддержите данное видео лайком. Подпиской на мой канал. Еще будут другие различные видеообзоры. Вот на фигурку Бладборна Леди Марии. Я думаю, я сниму. Вот как будет время. Так что, друзья, ждите. Вот такой вот прекрасный Вайк. Ну, а я благодарю вас всех за внимание. Всем желаю удачи. И пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok